Добрый день дорогие друзья. Сегодня хочу записать еще один ролик. Пожесткачу, вообще пожесткачу, поэтому пожалуйста, людей адекватных сразу прошу выключить этот ролик и не смотреть, вообще не смотреть. Сейчас будет бред севой кобылы. Если вы никогда не занимались экстрасенсорикой, если вы не верите в какие-то экстрасенсорные законы, правила и так далее, то вам вот здесь делать нечего. Пожалуйста, удаляем. Не надо писать снизу комментариев в тех вещах, которые вас не интересуют. Для тех же, кто увлечен магией, для тех же, кто увлечен экстрасенсорикой, сегодня будет возможность подойти к очередной ступеньке, к краю, где я вас там и брошу. Заведу и брошу. А дальше будет два варианта. Либо включается глубинный процесс осознавания, и вы выходите на другой уровень работы. Глубинно поднимутся программы, убеждения, и тогда вы найдете инструменты, как их отработать. Либо же для вас это пройдет вот в таком лайт-варианте, когда включатся программы, которые скажут, ерунда, это все, нет, 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 и вас отведет. Возможно, это тоже прекрасно. Я выдаю эту информацию в эфир, абсолютно не боясь за то, что кто-то как-то сможет ее использовать в каком-то негативном ключе. Потому что все защиты, которые могут быть, они могут быть поставлены Богом, и они в данном случае будут поставлены. Смотрите, очень много вопросов приходит по воздействиям. Магические воздействия человек использует в две стороны. В одну сторону он обращается к магам, к гадалкам, к экстрасенсам, когда ему больно. Например, человек разводится, или человек потерял близкого, или у человека серьезная болезнь какая-то тяжелая, либо у человека финансовый крах, банкротство и так далее, либо-либо-либо. Вариантов всегда много. То есть где тонко там рвется, у человека боль. И когда боль, он ищет спасение где-то извне. То есть для этого люди обращаются к врачам, для этого люди обращаются к целителям, к психологам и так далее, к сторонним. Идут во внешний мир для того, чтобы компенсировать свою внутреннюю боль, чтобы кто-то им помог. И зачастую случается так, что человек, приходя, например, к той же самой могине или гадалке, к магу, говорит, вот обратная связь, когда ему говорят. Это в стандартном социальном шаблоне, который есть в нашем обществе, в представлениях. Он приходит, платит деньги. Чем больше сумма, тем быстрее ему и качественнее сделают. Обязательно на нем будет черная метка там смерти. Обязательно на нем будет какая-то, 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 да. И так работает принцип, когда потом человек, ему сказали, что на нем печать смерти, и он уже потом ходит, эту печать снимает, платит. То есть на самом деле человек пришел за психологическим спокойствием, за психическим спокойствием, за равновесием. И он его пытается купить. Пытается купить очень дорого. Это все очень просто. И зачастую маг вообще ни при чем к тому, что происходит в жизни человека. Но у человека со временем все настраивается. Он находит какие-то пути, выходы, решения и так далее. И зачастую кто-то считает потом, что его обманули, а кто-то считает, что это ему маг помог. Это одна сторона влияния, когда мы ищем помощи во влияниях, вовне. Так вот, смотрите. Это не хорошо и не плохо. Здорово, когда есть такие компенсации. Но видите ли, в этот момент человек очень редко задает себе вопрос, зачем ему была эта жизненная ситуация. Зачем? А на выходе ситуация разруливается всегда после того, как он нашел для себя этот ответ. Зачем? Ситуация его изменила. Она сделала его другим. Она сделала его добрее, мудрее, щедрее и так далее. Очень много личностных качеств, которые поменялись. Она сделала его шире, она сделала его больше, она сделала его сильнее в любом варианте. Для этой трансформации у человека и была ситуация. И внешний мир просто так отразил, что человеку надо пройти вот эту глубинную трансформацию. Найдя ответ внутри на вопрос в себе, зачем, и проделав определенные работы по изменению себя, своих личностных характеристик, своего расширения, у человека есть шанс не страдать, не платить магам, все сделать самому. Но очень часто случается так, что человек занимается, увлечен магией, если посмотреть на это с позиции мага. И у него люди идут, он им, кажется, помогает, и у него включается «я все могу». Я все могу, и я могу влиять на других людей. И те письма, которые я получаю, они насквозь прошиты вот этим же социальным шаблоном. Сейчас мы идем по шаблонам только. Вот этим же социальным шаблонам, что если я могу влиять на кого-то, то почему я резко не изменила уклады государств, не изменила расстановки в бизнес-процессах, не купила яхты, самолеты, аэрофлоты и так далее. Понимаете, это тоже шаблон. Это тоже шаблон, который бытует, что человек, у которого освоил какие-то техники влияния, должен сейчас победить весь мир. Понимаете, если у вас активна программа покорения, завоевания, победы над всем миром, вы же с кем боретесь, если этот мир – зеркальное отражение вас. Само собой, разумеется, давайте отработаем эти программы, внутри будет гармония, спокойствие и благодать. И тогда вы будете радоваться каждому моменту, здесь и сейчас, и сможете находиться в состоянии присутствия в этом моменте. И только в этих состояниях действительно возможно влияние. Но видите ли, это компенсированное состояние. Хорошо, идем дальше. Следующий шаг делаем к этому краю. Когда мы влияем на кого-то, мы выбираем жертву для тренировок, и начинаем влиять на кого-то. Скажите, пожалуйста, на кого мы влияем? Этот мир – зеркальное отражение нас. Здесь все полностью. Вот эта мебель, вот эти деревья, вот этот дом – это все зеркальное отражение меня в этот момент, здесь и сейчас. Это мое зеркало. Это зеркало мне может дарить чувство, эмоции, состояние, ощущение. Они мне могут дарить зрительную радость и аудиальную радость, наслаждение. То есть по всем каналам восприятия я получаю информацию наслаждения, радости, бытия. Если я захочу на что-то повлиять, как я могу повлиять? Я могу подойти по любому из каналов, произвести каким-то образом включение, реакцию. Я могу подойти физическим телом, поработать. Тогда я почувствую, тогда я услышу звук, тогда я почувствую запах и так далее. У меня в мозг пойдет, что я отрабатываю это физическим телом. Я могу подумать об этом, тогда у меня другой спектр ощущений придет в мой мозг. Но в любом случае у нас идет прямое взаимодействие с нашей окружающей реальностью. Более того, в нашем мозге вот эта реальность, материальная, она полностью идентично воспринимается с той реальностью, которую мы видим внутренним видением или внутренним воображением. И это уже интересно, понимаете. То есть уже можно работать на дистанции, уже можно влиять на дистанции. Вопрос, на кого влиять? Вот смотрите, человек берет куколку, осваивая техники Вуду. Находит жертву, ему за это платят. Он сворачивает куколку, к куколке загоняет в нее иголочки. Это куколка в его реальности. Он ее чувствует, он ее осязает, он ее ощущает. Скажите, в кого он загоняет иголочки? После этого человек говорит, откат прилетел. Скажите, это откат прилетел или его было прямое воздействие самого на себя? Я буду задавать вопросы, я буду заставлять думать, кто-то пойдет дальше, кто-то вернется. Конечно, человек, сейчас мне возразит, да, существует закон свободы выбора. Господа, а где существует закон свободы выбора? Где? В объективной реальности. Мы его придумали для объективной реальности. Когда мы разделили реальность на две, на субъективную и объективную, в своем сознании для того, чтобы проявить игру под названием жизнь. Когда мы разделили свое внутреннее я и внешнее отражение, мы создали закон свободы выбора. Но закон свободы выбора, он создан автоматически для того, чтобы... Вы же понимаете? Это не Бог нам его создавал. Это мы его создавали. Даже вопрос, кто кого создавал, мы Бога или Бог нас? Есть над чем помедитировать, господа. Хорошо, идем дальше. Так что нам вообще не воздействовать на этот мир и принимать так, как он есть, смириться и загнаться в субъективную реальность, там где-то или в объективную, да, в точке крайности. Вселенная существует всегда там, где есть союз. И право, и лево. И хорошо, и плохо. И черное, и белое. Только так рождается цветная картина бытия. А это значит, если мы вдруг решим что-то изменить во внешней реальности, нам надо обязательно изменить нечто внутри себя для того, чтобы изменить там. Более того, если изменить подход, осознавая, что зачем нам вот эта куколка? У нас же есть свое физическое тело. Продолжать надо. Менталисты и эмпатийщики вздрогнули. Да, они уже даже знают техники на это. Мы ведь через свое физическое тело можем загнать очень многие вещи во внешний мир. И для этого вообще не надо прикладывать никаких усилий. Сели в медитацию и загнали. Понимаете, о чем я? Кто не понимает, тот догоняет во времени. И таким образом все техники влияния, они перестраиваются в вариант, когда я меняю в себе. И через это влияю вне. И это самый компенсированный вариант влияния. Гармоничный, компенсированный. Он не предполагает отката. Он предполагает событийный ряд. Из точки я нахожусь в центре Вселенной. И вся Вселенная закручивается вокруг меня. И здесь происходит все то, что я выбираю. По сути, так формируется игра, осознанная игра под названием жизнь. Можно ли быть осознанным каждый момент? Здесь и сейчас. Сто процентов. Сложный вопрос. Дело в том, что в нас существует миллион инстинктивных реакций, автоматических включений, привычек и так далее. Те вещи, которые мы успеваем сделать, вообще не осознавая. Вот в этот момент формируется фильм, который мы смотрим автоматически. Да? Точно так же инстинктивно. Для того, чтобы отработать эти реакции, есть куча техник, чтобы привести их в осознанный вид. Чем более мы осознанны, тем больше мы формируем в этой жизни. Сейчас сюда ворвется мой ребенок. Я на минуту прервусь. Даже если захочешь сказать что-нибудь лишнего. Оно вот так гармонично происходит. Тогда кто-то ворвется. Кто-то прокричит, протопает. И снова тишина. Смотрите, господа, в разных экстрасенсорных техниках существуют разные иерархии, классификации и так далее. И если возьмете любое экстрасенсорное представление, которое нарисовано в разных, абсолютно в разных системах, то, как правило, человек в этой иерархии занимает где-то среднюю промежуточную роль. То есть над ним обязательно будет, ну вот если брать семь планов бытия, там Бог, потом законы, потом какие-то тонкоматериальные учителя и только потом человек. Да? Это неправильная классификация. В эпицентре всегда стоит человек. В эпицентре всегда стоит сознание человека. Если вы между собой и Богом ставите любых учителей и любые законы, вы отделяете себя от Бога. А вам надо сотворить. Вам надо работать вместе. Более того, Бог – это первичное зеркальное отражение нас, когда мы приходим в эту игру. И когда мы доходим до того, как осознанно выстраивается реальность. Как исполняются все ваши заказы. И как внешнее отражает то, над чем вам надо поработать здесь и сейчас. Мы можем менять внешнее и параллельно менять внутреннее. Мы можем менять внутреннее и параллельно менять внешнее. А теперь подумайте, как сюда вписать техники моделирования реальности. Это просто, господа, абсолютно просто. И здесь нет уже вариантов. Может быть, не может быть. Лажа работает, не работает. Понимаете, либо вы делаете этот шаг к себе осознанному, либо не делаете. На сегодня все. Думаем. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok